Пятая глава Этого Евангелия Пожалуйста, открывайте текст Мы раздали Евангелие у кого нету Потому что очень важно, когда вы следите по тексту Тогда восприятие поиснования становится более объемным И мы читаем Однажды, когда народ теснился к нему Чтобы слышать Слово Божие А он стоял у озера Генесарецкого Увидел он две лодки, стоящие на озере А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети Итак, здесь говорится о том, что народ теснился к нему Чтобы слышать Слово Божие Вот это очень важно, когда мы имеем стремление Приблизиться к источнику Слова Божия К самому Божественному Логосу Слову Христу Иисусу Христос стоит у озера Генесарецкого Генесарецкого озера Это очень чистое озеро Оно огромных размеров Иногда оно называется как Генесарецкое море И те из вас, которые были в Святой Земле Наверное, помнят В это озеро стекают радоновые источники целебные И если человек плавает в этом озере То очень прозрачная вода Это сразу бросается в глаза На берегу озера стоят маленькие ресторанчики Где готовят рыбу Она так и называется Рыба апостола Петра Говорят, что этот сорт рыбы Вводится только в этом месте Христос, проповедующий близ источника вод Это Христос, который хочет быть услышанным На самом деле создается очень интересный прецедент Вот я сейчас обращаюсь к вам Я немножко охрип, но это не суть важна Но я обращаюсь к вам через микрофон На самом деле, если проповедь говорится у источника вод То возникает эффект очень четкого звучания Потому что звук отражается от воды Христос проповедует на берегу реки Иордан Он проповедует близ Кенесоветского озера И в каждом таком случае Голос, он как бы звучит дважды То, что произносится И то, что отражается от воды И получает некий объем Таким образом, можно сказать, что Христос создал прецедент Как можно усиливать голос А народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие Неужели столько было много иудеев Которые испытывали алканья и жажданья Слова Божия Да, их было очень много И мы знаем, они ходили за ним по две тысячи По три тысячи, по пять тысяч человек Так, что ему приходилось думать об их пропитании А Христос вынужден будет войти в лодку Потому что народ его теснит И надо было как-то занять такую позицию Чтобы люди не мешали друг другу Во время такой беседы И третий стих мы читаем Войдя в одну лодку, которая была Симонова Он просил его отплыть несколько от берега И сев, учил народ из лодки То есть он немножко отплыл от берега Так, чтобы видеть большее количество людей Которые стояли на берегу И начинает проводить беседу с ними Голос звучит ясно Отражаясь от воды Он как бы получает некий объем Лодка символизирует собою церковь Это один из древнейших символов церкви И в Библии прямо говорится, что Христос наш кормчий То есть тот, кто управляет всей церковной лодкой Море в данном случае И гладь озера Гладь озера генесаретского своей чистотой символизирует Слово Божие А волны настроения толпы Таким образом, Христос, проповедующий из лодки Это Христос, который обращается к миру людей из церкви и через церковь Когда Христос будет возноситься на небо Он поручит служение Слова своим ученикам, святым апостолам И до сих пор церковь, она проповедует изнутри себя Обращаясь к внешним Море, стихии воды – это и мир людей То есть, как бы вода имеет несколько образов Иногда они совпадают, иногда не очень И мы читаем 4 стих Когда же перестал учить, сказал Симону Отплыви на клубину и закиньте сети свои для лова 5 стих Симон сказал ему в ответ наставник Мы трудились всю ночь и ничего не поймали Но по слову твоему закину сеть Святые отцы нам говорят, что То, что они трудились всю ночь Это указание на Ветхий Завет Действительно, Ветхозаветная проповедь пророков Она не принесла значительного результата Только один еврейский народ Был уловлен этой проповедью пророков И патриархов Ветхого Завета Ночь – это жизнь без благодати Как сказано в Евангелии от Иоанна Закон произошел через поисея Благодать и истина через Иисуса Христа Итак, Симон говорит Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали Но по слову твоему закину сеть В книге Второзакония говорится о том, что Бог избрал еврейский народ В том числе и для того, чтобы через них обратить другие народы Там сказано Соседние народы увидят ваши законы И обратятся к вам и скажут Какие удивительные заповеди дал вам Бог Но еврейский народ в Петхозаветный период Он не смог стать светочем для разных народов, племен и языков И только теперь, когда возникает христианство То есть ночь закона прекращается И наступает царство благодати Хесод – милосердие Незаслуженная милость Тогда действительно многие могут быть уловлены в сети Уже Евангельского благоествования И мы читаем, что Симон подчиняется Христу И он забрасывает сети в озеро Сделав это, они поймали великое множество рыб И даже сеть у них прорывалась Действительно, когда проповедь единобожия начинает звучать в формате христианства Тысячи и тысячи людей обращаются ко Христу Со временем обращаются целые народы, племена и языки И в книге «Откровение на Богослово» даже описывается Что пред престолом Божьим стояло такое огромное количество людей Которых никто не мог сосчитать И все они были в белоснежных одеждах Золотыми венцами на головах И они были из всех народов, племен и языков Как спасенные существа И они воспевали хвалу Богу Собственно говоря, закон Моисеев Эта планета приняла честь христианства Иудеи оказались религиозной системой Эгоистически замкнутой самой на себя У них вообще запрещено проповедовать их веру Представителям других народов И так поймали очень много рыбы Множество рыбы И даже сеть у них прорывалась То есть столько много было этой рыбы Что невозможно было удержать ее в сети Вот это реальность христианского благословения В которой мы живем Православных христиан в наших городах огромное количество И наша церковная сеть не может их удержать Сколько жителей Москвы считают себя православными Но из них только очень незначительная часть ходит в храм То есть объятые церковной сетью Остальные давно прорвали эту сеть И живут обычной светской жизнью Но при этом они считают себя православными И далее мы читаем Как надо поступать в такой ситуации И дали знак товарищам Находившимся на другой лодке Чтобы пришли помочь им И пришли и наполнили обе лодки Так, что они начинали тонуть То есть лодка Симона Она уже не вмещала пойманную рыбу И они позвали людей из другой лодки И те пришли на помощь Следовательно, мы, осуществляя церковный апостолат Должны задействовать самые разные религиозные группы Чтобы проповедь Евангелия осуществлялась Не только в формате храма Хотя это очень важно Но сейчас есть и другие площадки Это радио, это телевидение Это разные христианские сайты На просторах интернета И даже в этом случае Когда подошла другая лодка Рыбы было слишком много И две лодки оказались переполнены И как бы начали утопать Увидев это, Симон Петр Припал коленем Иисуса И сказал Выйди от меня, Господи Потому что я человек грешный И ниже Ибо ужас объял его И всех бывших с ним От этого лова рыб Ими пойманных Действительно, они не могли понять Как такое может быть И святитель Иоанн Златоуст В одной из своих проповедей С таким недоумением Восклицает Кто вышел на проповедь Рыбаки, пастухи, мытари, простые люди И что же они сделали? Они забросили сеть Евангельского благоуставания И скоро вся Римская империя Была уловлена в эти сети Действительно, такой успех христианства Его нельзя никак объяснить Каким-то сугубо человеческим фактором Если бы не было вмешательства Самого Бога То христиане Не создавали бы Целые поместные национальные церкви Когда, например, одна девушка Из Святой Земли По имени Нина Нино Приходит в Эверию, Грузию Начинает проповедовать И целый народ Вместе со своим царем Обращается в православие Такое было начало Грузинской церкви Было обращение Армянского народа Было обращение Разных племен, народов и языков И эта реальность Она исторически распознается Как чудо О котором Сам Христос Говорит Обращаясь к апостолам И всем, кто последует им В служении апостолата Не бойтесь Отныне будете Ловить Человеков Почему Петр Испугался Такому количеству рыб Потому что он знал это место Он знал это озеро Он знал, что Самые лучшие сезоны Поймать такого количества Рыб Было бы невозможно И это было Очевидное чудо Тем более, что Накануне целую ночь Они ловили Рыбу И ничего Не поймали Ибо ужас Объял его И всех бывших с ним От этого Лова рыбы Ими пойманных Также И Якова И Иоанна Сыновей Завидеевых Бывших Товарищами Симону То есть Недоумение Ужас Объяли И Якова И Иоанна Сыновей Завидеевых Они были Товарищи Симона И скорее всего Именно они пришли На помощь Со своей лодкой И сказал Симону Иисус Не бойся Отныне будешь Ловить Человеков То есть Великое Назначение Христиан Это Уловлять Воспасение Народы И Языки Целые Племена И мы должны Осознавать Что это Ответственность Она лежит И на каждом Из нас Потому что Именно По нам Судят О нашей Вере Взирая На нас Создают Впечатление О Евангельском Благовестовании Давайте Посмотрим Что писал Святитель Иоанн Златоуст Он Писал Евангелист Иоанн Иначе Описывает Их призвание То есть Призвание Этих Апостолов Рыбаков Из его Слов Видно Что это Призвание Было Уже Вторым О чем можно заключить По многим признакам У него сказано Что они Пришли К Иисусу Когда Иоанн Еще не был Брошен в темницу А здесь Что они Пришли После его Заточения Там Андрей Призывает Петра А здесь Обоих Иисус Причем Иоанн То есть Евангелист Говорит Что Иисус Увидев Симона Идущего К нему Сказал Ты Симон Сын Ионин Ты Наречешься Кифа Что значит Камень А Евангелист Матфей Говорит Что он Уже Называется Этим Именем Ибо У него Сказано Он увидел Симона Называемого Петру Об этом Можно Заключить Исходя Из того Места Откуда Они Были Призваны Из Много Другого Например Из того Что они Легко Послушались Его И все Оставили Значит Они Уже Прежде Были Хорошо Подготовлены К этому Святитель Иоанн Златоуст Обращает Внимание На то Что было Как бы Несколько Встреч Апостолов Со Христом Это и тогда Когда крестил Иоанн Креститель И встречи После этого То есть Их призвание Оно Как бы Было В несколько Этапов Оно Было Поэтапным Призванием Это значит Что Оно Не было Спонтанным Они Имели Возможность Неоднократно Встречаться Со Христом И их Решение Последовать За Ним Было Взвешено Это очень важно Когда мы Принимаем Какое-то Духовное Решение И мы Не делаем Это Спонтанно В Евангелиях Даются Советы Если Например Человек Хочет построить Башню Он Он Должен Сесть И Подумать Посчитать Охватит ли У него Сил Также В Евангелии Говорится Если царь Отправляется На войну Он Должен Поразмыслить Охватит ли У него сил Вести Эту Войну Во всем Надо Проявлять Рассудительность Итак Христос Призывает Их Стать Ловцами Душ Человеческих И далее Мы читаем Луки И вытащив Обе Лодки На берег Оставили Все И последовали За ним Казалось бы Что До этих людей Нету Ничего Важнее Их Ремесла И этот День Им Фантастически Повезло Такого Улова Никогда Не было Но они Избирают Для себя И Нечто Лучшее По этому Поводу Один Древний Христианский Комментатор Который Не надписал Свой комментарий Живший До Восьмого Века Писал Чтобы Никто Из христиан Не говорил Разве Я Не могу Любить Богатство И быть Угодным Христу Апостолы Оставив Свои Сети Учили Нас Тому Что Никто Не может Обладать Земным И Достичь Совершенства Небесного Посмотри Посмотри Как Воздух Располагаясь Между Небом И Землею Отделяет Друг от Друга Творение Показывая Что Не может Быть Никакого Смешения Между Небесным И земным Небесное Будучи Духовным И легким Естественным Образом Всегда Устремлено Ввысь А земное Обладая Весом Всегда Тяготеет Книзу Так Если будешь Держаться Духовного Оно Устремит Тебя Вверх А если Земного Потянет Вниз И так Они Оставили Свои Сети Чтобы Они Не стали Скорее Препятствовать Для Труда Более Высокого И это Было Очень Важно И Мы Должны Тоже Осознавать Что Когда мы Следуем За Христом Мы должны От чего-то Отказаться На самом деле Отказываться От Богатств И Достатка Это Не Обязательно Это Необходимо Для Совершенства Но Для Спасения Это Не Обязательно Но Человек Призывается Не только К Спасению Он Призывается К Совершенству И Тот Кто Ищет Для Себя Более Лучшего Он Должен Действительно Отказываться В том Числе От Богатства Но Отказ От Собственного Имущества Не должен Носить Какой-то Эмоциональный Характер Потому что Отцы нам Заповедовали Что Милостыня Должна Запотеть В руке Нельзя Просто так Все бездумно Раздавать Особенно Нельзя Заниматься Благотворительностью За счет Собственной Семьи Как правило Отцы Святые Раздавали Все Тогда Когда На их Иждивении Никого Не оказывалось Например Когда Святитель Златоуст Крестился Будучи Еще Мирянином Он Испытал Желание Уйти В монастырь Но Его Мать Благочестивая Анфуса Сколько Помню Она Сказала Ему Вот Когда Меня похоронишь Тогда Ты можешь Идти В монастырь Куда Ты собрался Идти В пустыню А пока Я жива Ты Будь со Мною Ты похож На отца И Напоминание О покойном Муже Удержит Меня От Нового Замужества И он Оставался С матерью Пока Она Не умерла И только Потом Когда он Не был Связан Никакими Обязательствами С другими Членами Своей Семьи Он смог Пойти В уединение Пустыни Правда Господь его Скоро оттуда Очень быстро Прогнал Потому что Для него Было Предназначено Другое Служение Служение Слова И он Он становится Проповедником Сначала В Антиохии Потом В Константинополе И Весь мир Он Огласил Своими Гамильями Доставлениями Итак Меня Очистить В другом Евангелии Евангелие От Матфея Эта история Рассказывается После событий Нагорной проповеди Когда Господь В окружении Многих Людей Он спускался С горы Благословения И В это время Как раз Подошел Прокаженный Мужчина Который Обратился К нему С этими Словами Если Хочешь Можешь Меня Очистить Как мы можем оценить Эти слова Этого Прокаженного Прежде всего Мы должны Разобраться А что это за Проказа Проказа По-еврейски Мацура Это Такой Недуг Который Всегда Дается Человеку За Суждение Других Людей Мы видим Из Библии Что Мариам Сестра Моисея Оказалась Вся покрыта Этой Мацурой Проказой За то Что она Осуждала Своего Брата Моисея То есть Вот этот Недуг Считается Что он Неспосылается От Бога Людям За осуждение Других Людей Поэтому Древние Считали Что Мацура Это не Инфекционное Заболевание А некое Духовное Заболевание Когда Господь Посылает Такое Вразумление Человеку Чтобы Оградить Его Уста Чтобы он Никогда Не позволял Себе Плохо Говорить О других Людях И вот В этих Словах Когда Подходит Прокаженный И говорит Господи Если хочешь Можешь Меня очистить Вот в этой Фразе Если хочешь Мы видим Смирение Этого человека Он Не требует Для себя Исцеления Он Всеценно Упывает На волю Бога Он Как бы Признает Что он Справедливо Несет На себе Это Наказание Но если Господь Захочет Переменить Его судьбу Это конечно Право Бога И кто Может Лишить Бога Такого Права Бог это тот Который Кого хочет Милует Кого хочет Наказывает Есть великое Преимущество Этого Прокаженного Перед тем Миром В котором Мы с вами Живем В Библии У пророка Исаии В первой Главе Говорится о том Что весь мир Это как Огромное Прокаженное Тело Об этом Говорится В первой Главе Сказано От темени Головы До подошвы Ног Нету Здорового Места Раны Язвы Неочищенные Необвязанные Несмягченные Еле Мир Покрыт Проказой Греха Который Является Результатом Безнравственных Деяний Людей Живущих В мире И особенно Мир Страдает За взаимное Злословие Одних Людей Против Других Но есть Отличие От современного Мира Он не приходит К Иисусу Христу Как это делает Этот Прокаженный Мужчина Мир Остается В своем Прокаженном Состоянии Замыкается На подушку И Как бы все Теперь мне Должны Я называю Такое состояние Эгоизм Собственного Недуга Или Эгоизм Собственной Болезни Когда Заболевший Человек Хочет Чтобы все Помогали Ему А он На законном Основании Вот лежит И ничего не делает Эгоизм Собственного Недуга Это эгоизм Ничего хорошего В этом нет Болезнь На самом деле Это Время Для Раздумья И Есть такое слово Махала Еврейское Слово И Вообще Болезнь И покаяние В еврейском Мазыке Это очень Созвучные Слова То есть В болезни Человек может Пережить Обращение К Богу Ведь Когда мы Произносим Самые Горячие Самые Пламенные Молицы Перед Богом Да Именно тогда Когда мы Болеем Когда нам Ставят Какие-то Тяжелые Диагнозы Мы Действительно Можем Задуматься В этот Период Нашей Жизни А что Надо нам Изменить Исправить Чтобы Жизнь Стала Нормальной Святитель Иоанн Златоуст Предлагает Такой Комментарий Об этом Прокаженном Так как Это событие Описано И в Евангелии От Матфея В толковании На Матфея Златоуст Пишет И не просто Но с великим Жаром И как Говорит Другой Евангелист Падая Пред Ним На колени Прокаженный Просит Его С искренней Верой И подобающими Мыслями О Нем В самом деле Он не сказал Если Попросишь Бога Или если Поморишься Ему Но если Хочешь Можешь Меня Очистить Он не сказал Господи Очисти Но все Вручает Ему Предоставляет Исцеление Его власти И свидетельствует О Его Высочайшей Власти А что Если Мнение Прокаженного Оказалось Бы Ошибочным Тогда Христу Следовало Бы Его Опровергнуть Изобличить И исправить Но разве Он Сделал Это Нет Но совсем Напротив Он Христос Доказывает И подтверждает Все Его Слова Итак Прокаженный Всецело Уповает На волю Божию Он не говорит Очисть Меня Он Уточняет Если Хочешь Очисть И Казалось бы Очень важно Нам теперь понять А хочет ли Господь Очистить этот мир От проказа греха И мы читаем Евангелие от Луки 5 глава 13 стих Здесь говорится О следующем Действии Христа Он Он простер Руку Прикоснулся К нему И сказал Хочу Кто сказал Хочу Тот Кто сказал Да будет свет И стал свет Тот Кто сказал Да будет тверд И стала твердь Это Божественный Логос Бога Слова Говорит Хочу Что же Он хочет В Библии сказано Что Бог хочет Чтобы Все спаслись И пришли В познание Веры И более того В Библии сказано Чего Бог Не хочет Сказано Это слова Бога Я не хочу Смерти Грешника Бог желает Всем Благо И Господь Говорит Хочу Очистись И тот час Проказа Сошла С него То исцеление Которое Проистекает От самого Бога Физическое Или нравственно Моральное Исцеление Оно происходит Не в несколько Этапов Оно происходит Именно мгновенно Тот час Вот это Словосочетание Тот час Мы часто Встречаем В Евангелиях Когда тот час Имевший сухую руку Протянул ее Когда тот час Расслабленный Встал Взял постель свою И пошел домой Когда тот час Вот этот Прокаженный Получает Исцеление И мы читаем Что пишет Спятитель Леон Златоуст Поэтому Он То есть Христос Не сказал Очистись Но Хочу Очистись Чтобы Это решение Стало уже Не предположением Прокаженного Но Волей Самого Христа Апостолы Говорили Не так А как Когда весь народ Изумлялся Они говорили Что смотрите На нас Как будто бы Мы своей силой Или властью Сделали Что он Ходит Господь же Хотя часто Говорил Со скромностью И Умолял Таким образом Свою славу Здесь Чтобы утвердить Мысль О своем могуществе Говорит Перед Изумляющимся Его власти Хочу Очистись И хотя И прежде Он Творил Многие Великие Чудеса Но так Кажется Не говорил Никогда Здесь же Чтобы подтвердить Предположение Как прокаженного Так и всего народа Он добавил Хочу И он Не оставил Своих слов Без исполнения Но тот час Последовало И дело Действительно Слово Бога Это творческое слово Любое наше пожелание Высказанное Вслух Не означает Что это пожелание Исполнится Но когда Бог Говорит Бог И делает И когда Бог говорит Хочу Его желание Сразу Исполняется Потому что Мир И существует Словом Божиим И тот час Проказа Сошла с него В то время Статус прокаженных Был очень тяжелый Как я уже говорил Когда человек болеет Он нуждается в помощи Родных и близких Но все прокаженные Оказывались на карантине Их Их изгоняли Их изгоняли из собственных домов И они ходили По одному По два Человека По десять человек Как мы видим В Евангелиях И они носили на себе Мрачные черные одежды Чтобы все издалека Видели Что идут прокаженные И к краям этих одежд Они привязывали позвонки Чтобы в темноте Люди могли Расслышать этот звон Траурный Что идут Прокаженные И входя в какое-то селение По закону Моисееву Прокаженные должны были кричать Сами о себе Нечист 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 От любого прокаженного Распространялся запах Сладковатый запах Гниющего человеческого тела У прокаженных Отваливаются пальцы У них проваливается нос Выворачиваются наизнанку Губы Это очень ужасный недуг И этот мужчина Конечно был измучен Этой проказой И то, что он ходит один Может свидетельствовать о том Что это была последняя стадия Проказа Когда всем Даже другим Покаженным Неудобно было Находиться Рядом С ним Но проказа Тот час Сошла С него Он стал абсолютно Здоровым Человеком И он Чтобы очистившийся Чтобы очистившийся Прокаженный Не сам себя Удостоверял В очищении Но показывался Священнику И предоставлял Доказательства Своего очищения Его глазами То есть глазами Священника И по его решению Принимался в число чистых И пока Священник Не объявлял Что Прокаженный Очистился Он оставался С нечистыми Вне стада То есть сам Прокаженный Имел право Кричать о себе Нечист 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 Но если Прокаженный Избавился От проказа Он не имел Права Кричать о себе Чист 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 Он должен был Пойти к священнику Который его Осматривал Потом выводил Его В присутствие Других людей И священник Возглашал Чистый Таким образом Мы можем Действительно Говоря о себе Говорить только О своих грехах Говорить о своих Достоинствах Мы не можем Это могут сделать Другие люди Потому что Мы Не объективно Оцениваем Самих Себя И это для нас Конечно урок То что Христос Повелевает ему Отправиться К священнику И показаться Указывает на то Что Христос Не пренебрегает Священством Ветхозаветной церкви Научая и нас Почитать Новозаветное Священство Казалось бы Христос Сам Бог И Он сказал Хочу Очистись Какое же еще Нужно подтверждение Какого-то Священника Но Христос Действует не так Помните Когда было Насыщение Хлебами Христос дал Апостолам Эти хлебы А апостолы Дали Народу То есть Христос Действует Опосредственно Через Служителей Церкви Ибо Церковь И есть Тело Христова А сам Христос Голова Голова Этого Тела И Он Повелел Ему Никому Не сказывать А пойти Показаться Священнику И принести Жертву За очищение Свое Как повелел Моисей Во свидетельство Им Какая же Это была Жертва Книга Левит 14 глава С 1 по 32 стих Описывается Порядок Принесения Таких Жертв В жертву Приносили Двух Горлиц Голубей И Одну Горлицу Убивали И Ее кровь Цедили В такой Сосуд А часть Крови Цедили На Другую Горлицу И ее Отпускали Она улетала Обрызганная Кровью Иисееву Нельзя было Убить Двух Горлиц Убивали Одну Которая Ибо Как я вам Часто Объясняю Если бы Христос Был бы Только Человеком Он мог бы Умереть Только за Своих Современников Но Будучи Богом Человеком Который Не ограничен Ни временем Ни пространством Он взял на себя Грехи Всего мира Даже Тех Людей Которые Еще не Родились В этот Мир Родятся И будут Грешить Если только Конечно Господь Продолжит Существование Этого Мира И Далее Мы читаем Но Тем Более Распространялась Молва О нем То есть Хотя Иисус Христос Запрещал Говорить О себе И о Тех чудесах Которые Он делал Но Тем Более Распространялась Молва О нем И Великое Множество Народа Стекалось К нему Слушать И Врачеваться У него От болезней Своих То есть Народ Хочет Слушать Слово Божие И Врачеваться От Своих Недугов Нравственных Моральных Духовных И Физических И в этом Смысе Мы в таком же положении Как и Древние люди Водни Иисуса Христа Мы с радостью Изучаем Евангелие С радостью Слушаем Наставление Христа Запечатленное Наставление Евангелие И ищем Перемен И для Своего Духовного Человека И для Своего Физического Человека Чтобы Господь Проявил Заботу О нас Но Надо ли нам Когда мы Ищем Перемен От Бога Обращаться Ко Христу Со словами Если Хочешь Очисть Нас Христос Уже Говорит Придите Ко Мне Все Труждающиеся И обремененные И Я Успокою Вас Труждающиеся На дьявола Обремененные Грехами Призываются Христом Прийти К Нему К Сыну Божию И получить Освобождение От Проказа Греха И мы читаем Далее 16 стих И ниже Следим по тексту Друзья Но Он Уходил В пустынные Места И Молился Почему Христос Уходил В пустынные Места И Молился Христос И Становится Истинным Человеком В своем Боговоплощении Чтобы Научить Нас Истинной Человеческой Жизни Ибо Если бы Он Действовал Только Как Бог Неким Глазом С неба То Чему Бы Мы Могли У Него Научиться Но Он Воплощается Становится Истинным Человеком Во Всех Отношениях И Научает Нас Молитве В Безмолвных Местах Он Уходит В пустыню И Молится Научая И нас С вами Молиться В Уединении Ну а В какую Пустыню Нам Отправиться По-моему Ближащие Будут Какие-нибудь Каракумы Что ли Нет На самом деле Речь Идет О том Что На молитве Человек Должен Ни на что Отвлекаться Ни на что Отвлекаться На молитве Как в пустыне Куда Не посмотри Ты везде Видишь Один И тот же Ландшафт И далее Мы читаем 17 стих В один День Когда Он Учил И сидели Тут Фарисеи И Законоучители Пришедшие Из всех Мест Галилеи И Иудеи Из Иерусалима И сила Господня Являлась В исцелении Больных То есть Свидетелями Его чудес Были Представители Религиозного Эстаблишмента Ветхозаветной Церкви И далее Вот Принесли Некоторые На постели Человека Который Был Расслаблен И старались Внести Его В дом И положить Перед Иисусом И не найдя Где Пронести Его За многолюдством Влезли Наверх Дома И сквозь Кровлю Спустили Его С постелью На середину Пред Иисусом Пред Иисусом Это событие Оно также Описывается В Евангелии От Матфея Это Евангелие От Матфея 9 Глава Со 2 Стиха И ниже Блаженный Иероним Стридонский Пишет Принесли К нему Как мы Сказали Выше Второго Расслабленного Лежащего На постели Ибо Сам Он Не мог Ходить Иисус Видя Веру Не того Кто Был Принесен Но Принесших Сказал Расслабленному Дерзай Чадо Прощаются Тебе Грехи Твои О Дивное Смирение Он Называет Сыном Чадом Презираемого Слабого И Во всех Скреплениях Членов Разбитого Человека Которого Даже Священники Не Удостаивали Прикосновения То есть Тот Человек О Котором Нам Здесь Рассказывает Евангелие От Луки Он Он был Расслаблен Не только Телом Но и Душой Вот Принесли Некоторые На постели Человека Который Был Расслаблен И Старались Внести Его В дом И положить Пред Иисусом И Не найдя Где Принести Где Принести Его За Многолюдством Влезли Наверх Дома И Они Его Спускают На Одежде Вниз И Кладут Пред Ногами Иисуса И Он Христос Видя Веру Их Сказал Человеку Тому Прощаются Тебе Грехи Твои Блаженный Феофилакт Обращает Внимание На то Что Прощение Человека Осуществляется Тогда Когда он Лежит На земле У ног Иисуса Казалось бы Это деталь Ничему Нас Не может Научить Но Блаженный Феофилакт Говорит Нет Это Очень Много Значит Прощение Грехов Возможно Только В этой Земной Жизни За Гробом Когда наша Душа Выпорхнет Из нашего Земного Дома Никакого Прощения Грехов Уже Не существует То есть Пока мы Живы На этой Земле Пока Наша Душа Обитает В этом Теле Мы можем Пережить Божье Прощение А те Которые Испытывают Ложную Надежду Что Может За гробом Нам тоже Что-то Простят Они Переживут Серьезное Разочарование Потому Что Эта Земная Жизнь Она И дана Нам Для того Чтобы Мы Определились В добре Или Во зле То есть Какой Путь Мы Избираем Поэтому Это Глубоко Символическое Действие Когда Этот Человек Положен На земле У ног Иисуса Он Переживает Божье Прощение Прощаются Тебе Грехи Твои То есть По вере Одних Людей Прощается Вера Другого Человека Точнее Прощается Греховная Жизнь И Неверие Скажем так Другого Человека Оказывается Один человек Может верить За другого Человека Эта практика Имеет для нас Значение Когда мы Крестим Младенцев По вере Крестных Родителей И далее Описывается Реакция Религиозного Эстаблишмента Книжники И фарисеи Начали Рассуждать Говоря Кто это Который Богохульствует Кто может Прощать грехи Кроме Одного Бога Казалось бы Эти люди Задают вопрос А кто Может Вообще Прощать Грехи Кроме Бога И далее Евангелие Отвечает На вопрос На этот 22 стих Иисус Уразумев Помышления Их Сказал им В ответ А кто Может Уразуметь Наше Помышление Никто А тех Помышления Которые В нашем Сердце Знаем Мы Сами То есть Сам Человек И Бог Вот здесь Евангелист Одной фразой Показывает Что Иисус Христос Это Бог Иисус Уразумев Помышления Их Сказал им В ответ Что Вы Помышляете В сердцах Ваших То есть Он как бы Проник Божественным Духом В их Сердца И Рассмотрел Какие-то Мысли И он Добавляет Что Легче Сказать Прощаются Тебе Грехи Твои Или Сказать Встань И Ходи Но Чтобы Вы знали Что Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Сказал Он Расслабленному Тебе Говорю Встань Возьми Постель Твою И Иди В дом Твой И он Тот час Видите Опять это Слово Тот час Встал Пред ним Взял На чем Лежал И пошел В дом Свой Славя Бога И ужас Объял всех И славили Бога И быв И исполненный Страх Говорили Чудные Тела Видели Мы Ныне Итак Христос Открывает Намерение Их Сердец И совершает Чудесное Исцеление Расслабленного Человека И говорит Что Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Иларий Пиктовийский В своих Комментариях На Евангелие Пишет Затем Чтобы они Могли Понять Что Он Находясь В теле Есть Тот Кто И душам Отпускает Грехи И тела Воскрешает Говорит Но чтобы Вы знали Что Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Тогда Говорит Расслабленному Встань И возьми Постель Твою Достаточно Было Сказать Встань Но поскольку Всякое Совершенное Им дело Требовало Разъяснения Господь Прибавил Возьми Постель Твою И иди В дом Твой Сначала Он Даровал Отпущение Грехов Затем Явел Силу Воскресения То есть Чудо Чудо Неких Перемен Сначала Словами О взятии Постели Показал Что будет Упразднена Слабость И болезнь Тела Затем Словами О возвращении В свой Дом Указал Верующим Путь Для Возвращения В рай Откуда Всеобщий Протец Адам Ушел Запятнанный Грехом То есть Расслабленный Который Поднимается Берет Постель Свою Матрас На котором Он лежал И идет В свой Дом С этой Подстилкой Это Символ Того Когда Бог Всецело Исцеляет Нас Мы входим В рай Сладости Откуда Некогда Был Изгнан Наш Протец Адам После Сего Иисус Вышел И увидел Мытаря Именем Левия Сидящего У Сбора Пошлин И говорит ему Следуй за мной Это Христос увидел Евангелиста Матфея Точнее Будущего Евангелиста Матфея Матфея Который Был Мытарем Но Только Сам Матфей О себе Пишет Мытарь Матфей А Другие Евангелисты Когда пишут О нем Да Они признают Что он Мытарь Но Они его Называют Еще как-то Очень Красиво Левий Матфей Почему они прибавляют Левий Они хотят показать Что Да Он конечно Был Мытарем Но По происхождению Из колена Левина То есть Из священнического Колена Матфей Никогда Себе не пишет Что он Из колена Левина Он просто Пишет Мытарь Матфей Казалось бы Мытарь Это человек Который До мозга Костей Погружен В обогащение Мытаря Они были Менялы денег И Были они Сборщиками Податей На храм Прежде всего На храм И на римских Окупантов И вот В связи с тем Что они были Сборщиками Податей Не только на храм Но и на римских Окупантов Многие считали Их предателями Коллаборационистами И старались Держаться От них Подальше И без Нужды Не подходить К ним Ближе Чем На семь Метров И Христос Обращается К этому Человеку И говорит Следуй за мной Все Ненавидели Этого Мытаря Матфея Презирали Этого Коллаборациониста Предателя Собственного Народа Но все равно Что какой-нибудь Там Власовец Или какой-нибудь Бандеровец Который предал Свой Собственный Народ Вдруг Призывается Христом Следуй за мной Конечно Это была Скандальная Ситуация Но этот Мытарь Оставляет Весь Свой Бизнес Представьте себе Священник идет Мимо Ларька По обмену Валюты И он Призывает Продавца Который Сидит И обменивает Деньги Пойдем В храм И тут бросает Все Дверь Раскрыта Все Оставляет И бежит За священником Вот это Была Подобная Ситуация И мы так И читаем 28 стих И он Оставив Все Встал И последовал За ним Оставить Все И последовать За Христом Это очень важно Но прежде всего Мы должны Оставить Все то Что мешает Нам Следовать За Христом Иисус Христос Общался И с богатыми Людьми И некоторым Богатым Он совершенно Не говорил Что им Надо все Оставить Потому что Если человек Правильно Распоряжается Тем Что он имеет Это не является Для него Препятствием Следовать Воле Бога Но Бог Всегда знает Когда какая-то Вещь Которая может быть Разрешенная Вещь Она может Оказаться Препятствием Для нас И сделал Сделала бы Тоже Своими Апостолами Книжники И фарисеи Роптали И говорили Ученикам Его Зачем Вы Едите И пьете С мытарями И грешниками Книжники И фарисеи Они Брезговали Мытарями Как Предателями Коллаборационистами И старались С ними не общаться И Христу часто Бросали Вызов А почему Ты Твои ученики Общаются С ними Кстати В современной России Многие миссионеры Слышат Укоры Со стороны Современных Книжников Фарисеев А зачем Ты со Свидетелями Иеговы Беседуешь Зачем Ты с Кришнаитами Встречаешься Зачем Ты с Баптистами Разговариваешь Конечно Это Глупые Претензии Больных Людей По сути Дела Как это Врач Должен Шарахаться От больных А миссионер Это врач Который Помогает Уврачевать Заблуждение Баптизма Заблуждение Кришнаизма И заблуждение Свидетеля Иеговы Когда общается С подобными Людми Как вообще Можно запретить Одному человеку Общаться С другим Человеком Например Вы помните Когда была Встреча Патриарха С Папой Римским Некоторые Недумевали А зачем Была Эта встреча А где Есть такой Канон Что один Человек Не может Встречаться С другим Человеком Единственное Такое Правило Было У Талмудистов У книжников Фресеев В церковных Канонах Ничего Подобного Нет В церковных Канонах Запрещена Совместная Молитва Там с Какими-то Ертиками Но Встреча Она Возможна Любого Человека С любым Другим Человеком И только Талмудисты Те, которые Им последуют Они выдумывают Какие-то Странные Правила С кем Можно Есть А с кем Нельзя есть И Бросается Упрек Апостолам Зачем Вы едите И пьете С мытарями И грешниками Зачем Вы общаетесь С ними Затем Зачем Учитель Ваш Общается С ними А как Помочь Людям Не общаясь С ними Такая Болезненная Какая-то Фантазия Она Может Возникнуть В голове С воспаленным Горделивым Воображением Иисус Сказал им В ответ Нездоровые Имеют Нужду Нужду Во враче Но больные То есть Прежде всего И надо Обращать Внимание На таких Заблудших Людей Как сказано Что Пастырь Оставляет 99 Овец И бегает За одной Заблудшей И у него Успокаивается Пока он Ее Не найдет И Христос Далее Говорит Я пришел Призвать Не праведников А грешников К покаянию И если мы осознаем Что мы грешники Это значит Он пришел к нам А если мы считаем Себя Праведниками То он к нам Не приходил Потому что Здесь сказано Очень Однозначно Я пришел Призвать Не праведников А грешников К покаянию Точно так же Как и в послании К римлянам Сказано Что Христос Умер За нечестивых Если кто-то Не считает себя Нечестивым Тогда значит Христос За него И не умирал Они же Сказали ему Книжки Фарисеи Продолжают Спорить С Иисусом Христом Почему ученики Иоанна Выпостятся Часто И молитвы Творят Так же И фарисейские А твои Едят И пьют Он сказал Им Может ли Можете ли Заставить Сынов Чертога Брачного Поститься Когда с ними Жених Действительно Когда Свадебный Стол Кто же Может Ограничивать Действия Людей За Свадебный Стол Это неправильно Но далее Христос Говорит Но придут Дни Когда Отнимется У них Жених И тогда Будут Поститься В те Дни То есть Они общаются С самим Господом У них Как бы Светлая Седмица Которая Не прерывается Все Три с половиной Года Их Общения Со Христом Какие Посты Какие Ограничения Какие Там Храмовые Молитвы Вот Сам Господь Перед тобой Общайся С ним Собеседуй С ним Прикасайся Его Принимай Его Наставление Абсолютно Светлая Седмица Все Три с половиной Года Того Времени Когда Христос Общался Со Своими Учениками Но Придут Дни Когда Отнимется У них Жених То есть Когда Он Будет Сначала Распит Потом Он Будет Вознесен На Небо И Здесь Конечно Очень важно Поститься Молиться Выполнять Все Необходимы Ритуальные Ритуальные Действия При Сем Сказал Им Причу Некто Никто Не Представляет Заплаты К ветхой Одежде Отодрав От новой Одежды А иначе И новую Раздерет И к старой Не подойдет Заплата От новой И никто Не вливает Молодого Вина В мехи Ветхие А иначе Молодое Вино Прорвет Мехи И само Вытечет И мехи Пропадут Но молодое Вино Должно Вливать В мехи Новое Тогда Сбережется И то И другое И никто Пив старое Вино Не захочет Тот час Молодого Ибо Говорит Старый Луч Здесь Христос Говорит Как бы С укором По отношению К этим Книжникам И фарисеям Которые Слишком Были Формалистами И Они считали Что их Вероубеждение Это Отточенное Вероубеждение И если Говорят Что-то Не похоже На их Вероубеждение Они это Воспринимают Как какой-то Новодел Как какое-то Обновленчество Какой-то Вызов Их Такому Упорному Традиционализму То есть Человек Который Не способен К радикальным Харизматическим Духовным Переменам В собственной Жизни Едва ли Он Способен Стать Настоящим Христианином Для того Чтобы Человеку Пережить Нравственные Моральные Перемены В своей Жизни Ему Надо Осуществить Ревизию Своей Настоящей Жизни Не только Жизни Плотской Но и Религиозной Если Что-то Не так В твоей Собственной Религиозной Позиции Это Тоже Надо Исправить А не Держаться За какие-то Пустые Суеверия Лишенные Практического Смысла А главное Лишенные Духа Любви И Миссионерской Открытости По отношению К другим Людям Итак Братья и Сестры Сегодня мы С вами Рассмотрели Пятую Главу Евангелия От Луки И если Мы будем Живы Господь Позволит То в следующий Раз Мы будем Изучать Шестую Главу Этого Евангелия И Сегодняшние Темы Давайте Повторим Это Призвание Симона Петра Иакова Иоанна Это Исцеление Прокаженного И Расслабленного Призвание Левия Матфея И Заявление Христа О том Что Он пришел Призывать Неправедников А грешников И Рассуждение О посте Во дни Жениха И о молодом Вине Молодое вино По отношению К ветхому Старому Это Благодать Нового Завета Которая Которая Превозносится Над Учением О заповедях О законе Как и Святитель Иоанн Залтаус Говорит Как небо Высоко Отстоит От Земли Так и Новый Завет Выше Ветхого Завета Спасибо Господь Помолимся Благодать Благодать Продолжение следует...